Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о препарате баниацин. Баниацин выпускается в виде мази. Это антибактериальный комбинированный препарат для наружного использования аминогликозидного ряда. В описании состава баниацин содержится 2 антибиотика с бактерицидным действием. Бацитроцин и неомецион. Бацитроцин – это полипептидный антибиотик, обладающий способностью ингибировать синтезацию клеточных оболочек бактерий. Неомецин является антибиотиком аминогликозидом, ингибирующим синтезацию бактериальных белков. Показания к применению такие. Местное лечение и профилактика бактериальных инфекций кожи, вызванных чувствительным к препарату микроорганизмами, такие как фурункулы, карбункулы, абсцессы, сикоз, в том числе глубокий, в области подбородка, гнойный гидроденит, псевдофрункулез, паранихии, бактериальные инфекции кожи ограниченной степени, в том числе контагиозная импетинга, инфицированные варикозные язвы, вторичные инфекции при экземе, инфекции при ожогах, после косметической хирургии и пересадки кожи, как вспомогательная терапия при лечении инфицированных ран. Взрослым и детям мазь баниоцин следует применять обычно 2-3 раза в сутки, в течение 7 дней. При местном применении более 7 суток доза неомицина не должна превышать 1 г в сутки, эквивалентно 200 г мази. При повторном курсе максимальную дозу следует уменьшить вдвое. Небольшое количество мази наносят на пораженный участок и слегка втирают. В случае необходимости после нанесения препарата на пораженный участок можно наложить марлевую повязку. Использование препарата в терапии беременных кормящих женщин возможно только по назначению врача. Спасибо за просмотр! Будьте здоровы! Остались вопросы относительно данного препарата? Пишите их в комментариях под видео. Если понравилось видео, ставьте лайк! Подпишись на канал и твоя аптека всегда будет под рукой!